В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и от Татьяны Захарят. Здравствуйте! Сегодня выпуски вы увидите. Одессу посетила украинский политик Юлия Тимошенко. Цель ее визита – организация всеукраинского референдума о бессрочном запрете продажи сельскохозяйственной земли. К 31-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции. Крупнейшая техногенная трагедия в фактах и цифрах. Судьба детского сада номер 39 на французском бульваре до сих пор неизвестна. А теперь об этих и других событиях подробнее. 26 апреля Украина отметит 31-ю годовщину аварий на Чернобыльской атомной станции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории до сих пор уносит жизни тех, кто пострадал от преступной халатности советских чиновников. В апреле 86-го о маленьком городке Чернобыле узнали даже те, кто не имел представления, где искать Украину на карте. Мирный атом, как привыкли называть его в Советском Союзе, показал свою обратную сторону. Безответственный научный эксперимент окончился пожаром и разрушением на одном из энергоблоков. Последствия случившегося вполне сравнимы с потерями от атомной бомбардировки. Количество жертв чернобыльской катастрофы порядка 600 тысяч. Самая большая группа 200-240 тысяч человек – ликвидаторы, спасатели, солдаты, пожарные и милиционеры. Около 116 тысяч – жители близлежащих областей Чернобыля. Еще 220 тысяч были эвакуированы позднее загрязненных территорий Беларуси, Украины и России. Пораженные лучевой болезнью продолжают умирать. На зараженных участках осталось почти 5 миллионов людей. Радиационному заражению подверглись и были выведены из оборота около 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Вокруг станции создана 30-километровая зона отчуждения, где уничтожены и закопаны в землю сотни мелких населенных пунктов. Бетонный саркофаг над разрушенным реактором и сейчас представляет техническую и финансовую проблему для Украины. Приближается третья годовщина трагических событий 2 мая на Греческой площади и Куликовом поле. Правоохранительные органы предвидят возможность провокации со стороны радикальных сил. В связи с этим Главное управление Службы безопасности Украины в Одесской области обращается к Одесситам. С метою недопущения террористических диверсий и других надзвичайных событий просим вас быть пильными. Если в вашем поле зрения потрапили люди, которые проявляют необорудованный интерес к объектам местной инфраструктуры и общественных мест, или сторонние подозрели предметы, просим терминово сообщить. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко инициировала всеукраинский референдум по вопросу о бессрочном запрете на продажу земли в Украине. Об этом сообщила сама Юлия Тимошенко в ходе своего визита в Одессу. Политик заявила, что продажа земли сельскохозяйственного назначения приведет к экономическому краху и серьезным последствиям для самой Украины. Причина визита лидера Батькивщины Юлия Тимошенко в Одессу – это инициация всеукраинского референдума по бессрочному запрету на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Украина – держава аграрная, и передача земли в частные руки может привести к непоправимым последствиям, причем не только для экономики, но и даже для самой государственности Украины. Первая причина, почему не возможно это допустить. Потому что сельскохозяйственные земли – это 72% территории Украины. Вы знаете, что страна находится в состоянии войны с Российской Федерацией. И в этот период продать 72% территории нашей страны – это нужно просто быть слабоумными, это нужно быть абсолютно обмеженными людьми, которые не просто не любят свою страну, а которые готовы на все заради наживы. По-друге, почему не можно продать сельскохозяйственную землю? Потому что сегодня все селяны доведены до крайней ступени зубежения. И сегодня они готовы свой земельный пай продать за 500-700 долларов за гектар. Сама Юлия Тимошенко считает возможность продажи земли сельскохозяйственного назначения настоящей аферой, сравнить которую можно разве что с происходящим в середине 90-х, когда ваучеры выкупались у населения за копейки, в результате чего индустриальная собственность Украины ушла, правда, уже за миллиарды в частные руки. Так и в этом случае крестьяне готовы продавать свои земельные пайи за копейки, тогда как настоящая стоимость и, соответственно, прибыль, которую получит скупщик земли, намного выше. Так вот, загальна оціначна вартість украинской земли приблизно 3,5 трлн евро. Я хочу запитати, авантюра, афера с продажей сельскохозяйственной земли, кому ці 3,5 трлн евро принесе? Точно не украинцам. И точно не селянам. И тому при такій коррумпованій, глибоко коррумпованій владі, яка працює без правил, яка зайшла за всі червоні лінії, віддавати право торгувати українською землею, це було би просто вже загальнонаціональним безумством. Говоря об аферах і махинаціях, о коррумпірованністі власти невозможна було не коснуться ситуації, сложившись в нашому місті. Св'язані з одесьмій мэрі коррумпційні скандали в останні роки прийшли безпецедентні масштаби. Столь же безпецедентним можна считати і безразличе к ним зі сторони центральної власні. Чем, об'ясняє цю странну терпімість сама Юлія Тимошенка, і на що все-таки може надіяться Одеса? І коли ви задаєте питання, чого бездія центральної української влади по відношенню до корупції, яка розлилась по всій Україні, та абсолютно очевидна. Тому що українська центральна влада і є дахом цієї корупції. Вона є дахом вертикально інтегрованих корупційних схем. Ви бачите, як вони поводяться з корупціонерами. Ловлять їх, фотографують, обілечують і випускають. Ну все, що тут ще пояснювати. Тому, чим швидше ми з вами цю владу конституційним шляхом приберемо, тим швидше ми зможемо розпочати реальне очищення країни від всіх типів, різновидів і якостей корупції, яка не дає Україні піднятися на ноги. Юлия Тимошенко подчеркнула, що смена власти конституційним путем, то есть выборы – самый лучший выход із сложившейся ситуации. Причем, по її словам, чем скорее, тем лучше. В Одесі очередной трамвай сошел с рельсів. На этот раз не повезло пассажирам 21 маршрута. Вагон занесло, в результате чего его половина оказалась прямо на проезжій части. І только чудом никто не пострадал. Новость о том, що одеський трамвай сошел с рельсів, вже вроде как не совсем новость. Редкий день проходит без подобних проїжствий, связанных з цим видом общественного транспорта. На сей раз не повезло 21 маршруту. Или повезло, потому що только чудом обошлось без жертв. На улиці Дальницькой трамвай буквально сорвало с катушек, или правильно, с рельсів, и половина вагона оказалась прямо на проезжій части. А что, если бы в эту минуту по ней мчал автомобиль? И кто бы потом отвечал за здоровье пассажиров? А так обошлось малой кровью. То есть пострадал сам вагон, и без того кажется дышащий наладан. Колеса трамвая буквально вывернуло наизнанку, а асфальт оказался безнадежно испорчен. Кажется, наш электротранспорт – темная лошадка. То мы продаем вагоны собственного производства в другие города, во всяком случае об этом рапортует одесская мэрия, то краснеем за состояние консервных банок, по недоразумению носящих название «Одесский трамвай». Например, вспомнить зимнее происшествие в районе привоза, когда трамвай не просто вынесло с рельсов, несясь перпендикулярно своему обычному маршруту, он врезался в несколько припаркованных авто и долгое время потом создавал массу неудобств и пешеходам, и транспортному движению. Собственно, дело даже не в этом, а в том, что в одесских трамваях опасно путешествовать, где гарантия, что для пассажира или водителя это не будет путешествия в один конец. Гарантий нет. Можно, разумеется, объяснять все происходящее ужасным состоянием трамвайного полотна, несовременными шпалами и немодернизированным депо. Мало чем можно объяснить глупость и халатность. Скорее всего, просто дерибан бюджетных средств. Например, Сираспольская площадь, где только уже после ее ремонта дважды с рельсов сходили трамвайные вагоны. Так, из-за куска новой плитки, попавшей на пути, что называется, выбило из клей вагон 15 маршрута. Причем в этот момент в нем находились люди. Нет, конечно, можно все списать на стрелочника-дорожника. Мол, не тем местом кто-то уложил эту самую плитку. Но выяснилось, что и сами рельсы, похоже, уложены не тем местом. Во всяком случае, не руками. Шача по разворотному кольцу, тому самому, ради которого вроде весь ремонт Тираспольской и затевался, трамвай не вписался в кольцо. Если так можно выразиться фигурально, сел на шпагат. Спрашивается, где коэффициент полезных действий от такой работы, если трамвай исходит с новых рельсов, так же великолепно, как они это делали на старых, только за миллионы, потраченных из нашего с вами кармана, потраченных в пустоту и на пустое. С каждым днем все острее становится тема нехватки детских учебных заведений, особенно в центре города, где после хаотичной застройки вырастают многоэтажные дома. Но совершенно не увеличивается количество социальных объектов. Французский бульвар в этом плане стал одним из самых проблемных районов города. Там не только не появляются новые детские сады, но и исчезают старые. Город застраивается стремительными темпами, но почему-то никто не думает о детях. Перед нами детский сад на французском бульваре, точнее то, что от него осталось. И вряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что территория находится на балансе города. Детский сад номер 39, в переулке Каракошадзе 4. А вот и решение горсовета от 16 апреля 2013 года о мерах по сохранению сети внешкольных учебных заведений коммунальной формы собственности в Одессе во всей своей красе. Вот так вот городские власти следят за своей коммунальной собственностью. И что же мы видим? Территория детского сада планомерно приводилась в запустение в течение нескольких лет, а сам садик вместо того, чтобы отремонтировать, попросту закрыли. Позже, в 2014 году, территорию садика вместе со зданием была снята с баланса управления образования и передана в управление коммунальной собственности Одесского горсовета. После чего его сразу арендовала некая организация, причем всего за одну гривну. Еще в 2014 году, в марте, его распоряжением номер 139-01 данное помещение передано в аренду общественной организации взаимопомощи и защита. Ну, якобы для размещения дошкольного учебного учреждения. Хотя, в общем-то, данная общественная организация получила льготу на аренду территории и уплачивает одну гривну в год. На момент передачи это здание еще возможно было сохранить, возможно было его отреставрировать. Журналисты еще тогда же, в 2015 году, очень активно расследовали эту ситуацию, потому что интересно было, кто стоит за данной организацией взаимопомощи и защиты. Однако оказалось, что ниточки ведут депутата Барсовета Александру Матвееву. Конреспонденты интернет-сайта 368 Медиа даже провели свое собственное журналистское расследование по этому поводу и пришли к выводу, что здесь замешаны интересы депутата от Трухановской партии «Доверяй делам» Александра Матвеева. Более того, со ссылкой на собственный источник сайт уверяет, что на этом месте хотят использовать очередную коррупционную схему. Цитата. В последние годы уж слишком участились пожары на так называемых неудобных территориях. Вспомнить только Дом культуры в Черноморке, детский садик на Морозлиевской. Этот список можно перечислять очень долго. Ровно год назад, в апреле, произошел серьезный пожар. Я не думаю, что это была случайность, учитывая то, что таким образом у нас заводятся эти здания из строя под застройку. Мы видим, что коррупционными путями различными изымаются и воруются у городской громады общественные коммунальные территории, которые были предназначены под общественные нужды и просто передаются застройщикам под жилую коммерческую застройку. Вокруг этой территории находится много жилых многоэтажных домов. И местные жители искренне надеялись, что возле них восстановят детский сад. Но не тут-то было. Снова наркоманы, снова бездомные, снова трупы животных. А то, что творится по ночам, вообще неизвестно. Полностью опустевшая и неухоженная территория, на которой привычно уже для нас образовалась ужасающая свалка. Груды мусора, фекалий повсюду. Вдобавок, здание продолжает скрипеть и разваливаться. Но самое ужасное, что здесь, в этих нечеловеческих условиях, проживают десяток людей, как пожилые, так и совсем маленькие дети. И что мы видим сегодня? Французский бульвар – очень лакомый кусочек Одессы, где застройка превышает все допустимые нормы. Но совсем не развивается социальная инфраструктура. Начнется ли здесь когда-нибудь ремонт детского сада или потихоньку построят новую свечку, пока не ясно. Ну а пока в нашей мэрии думают, как подороже себя продать, на этой территории образовался уже лагерь бездомных, на который тоже следовало бы обратить внимание. Денис Шацила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг. Одесская власть под руководством Геннадия Труханова не замечает самовольного строительства или делает вид, будто не в силах ему помешать. Даже в центре города, где преступный бизнес, уродуют памятники архитектуры. Вместо чиновников мэрии защитой исторического наследия занялась прокуратура. Дворец Комон на Терраспольской площади – памятник архитектуры первой половины XIX века. Когда-то проданный частному владельцу, в последние два года он подвергся реконструкции. Несмотря на то, что закон это прямо запрещает. Была построена мансарда, пробиты дополнительные входы. Городская власть умыла руки. Владелец не пустил чиновников осмотреть здание. Хотя задолго до окончания работ было видно, что дворец перестраивается. Ничто не мешало подавать исковое заявление тогда. Наконец, это сделала областная инспекция ГАСКО. В феврале суд подтвердил – строение является памятником архитектуры. И, следовательно, работы по изменению первоначального вида незаконны. Теперь областная прокуратура сообщила – работа велась без разрешительных документов. В рамках уголовного производства по факту повреждения памятника архитектуры застройщик оштрафован на сумму около трех миллионов гривен. Выдано предписание о ликвидации нарушений. То есть, здание надо привести в первоначальный вид. Будет ли это сделано? Определенного ответа нет. В Киеве полным ходом идут съемки комедии Георгия Делиева «Одесский подкидыш», автором сценария которого является известный драматург Георгий Голубенко. В съемках задействованы известные актеры – Борис Барский, Наталья Бусько, Ирина Токарчук и многие другие. Две роскошные брюнетки, шатенка и брюнетка, стоят на коленях передо мной и разрисовывают мое тело. Я так привыкну ходить лысым. Мне уже начинает нравиться. Во-первых, ты едешь? Я буду такой всегда, наверное. Все началось с того, что драматург Георгий Голубенко принес в дом клоуна свою пьесу. Вскоре спектакль с одноименным названием начал с аншлагом гастролировать по Украине. Тогда же появилась идея снятия полнометражный фильм. Особенность этого фильма в том, что впервые в истории украинского кино деньги были собраны методом народного финансирования. Первые два дня были отсняты на улицах Одессы, а теперь вся съемочная группа перебралась в столицу. Павильонные съемки проходят на киностудии «Виктория Фильм Студио» с под Киевом. А я играю роль богемы, я играю художника, очень дорогого живописца, концептуалиста, абсурдиста. И вот эти все картины это я нарисовал своими собственными вот этими красивыми руками. Вот я их нарисовал. И потому мне и дают такие роли. Я же не могу вот с моим лицом, вот посмотрите внимательно, вот с этими тонкими пальцами играть милиционера или, к примеру, бандита. И поэтому мне и нравятся роли богемы, роли художников, литераторов исполнять. Потому что и кормят хорошо, вот сегодня мы сожрем этого оленя. Восемь локаций, мастерская, спальня, суд, больница будут отсняты до конца апреля. На съемках фильма царит потрясающая атмосфера, много шуток и смеха. И неудивительно, ведь и режиссеры, и артисты знают в этом толк. В нынешней атмосфере люди особенно нуждаются в радости. И одесский подкидыш с его непредсказуемым сюжетом, яркими, хотя и несколько странными героями, дарит ее в избытке. Одесский фотохудожник Сергей Гивилюк вновь поразил своими своеобразными уникальными работами. Его персональная выставка была посвящена Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня», который олицетворяет всю суть Средневековья. Работы фотохудожника Сергея Гивилюка уже далеко не первый раз приводят в восторг большое количество людей. И, безусловно, каждая его коллекция имеет свою тематику и настроение. И на этот раз автор решил вновь удивить всех, посвятив свою выставку Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня». Сергей, объединив силы с Центром болгарской культуры, сумел воплотить в жизнь свой креативный замысел, обыграв то загадочное Средневековье, которое многие считают темным и скучным. И вчера в Центре болгарской культуры фотохудожнику удалось необычайным образом раскрыть все карты столь таинственной эпохи, воплотив на фото традиции и культуру Средних веков. Сергей утверждает, что особенностью выставки является ее разнообразие, поскольку в каждой работе можно почувствовать атмосферу, в которой создавались фото. На них наблюдается совершенно разное настроение. Здесь средневековые танцы, там рыцарские бои, ремесла и все то, чего в жизни современного человека уже не увидишь. Это здорово. Для городского жителя особенно это очень необычно. Здесь вот и реконструкция старинных одежд, и старинных танцев, и старинных ремесел. И вот когда это все видишь, то видишь, что это сделано с любовью. Раз это сделано с любовью, тебя это побуждает сделать точно так же хорошо. В преддверии международного фестиваля «Пороховая башня», который состоится с 26 по 28 мая, в парке Шевченко фотовыставка Сергея Гевелюка олицетворила историю нашего края и объединила единомышленников со всей Одессы. Здесь на мероприятии гостей также ожидало немало сюрпризов. В центре внимания оказались средневековые танцы и даже небольшое огненное шоу. Приятно, что молодежь в Одессе может так красиво и грациозно демонстрировать свои таланты и любовь к историческому танцу. Люди стремятся реконструировать какие-то века, они выражаются в танцах, в музыкальных каких-то произведениях, сами сочиняете, используете созданные произведения. И сегодня вот эта выставка, она рассказывает совершенно о таком средневековом периоде. И помимо фотографий, помимо костюмов, помимо любителей этого кружка, я бы сказал, даже не кружок, это целое движение в Одессе, к ним присоединились и хореографическая группа, которая тоже работает и развивается в этом направлении. Фотовыставку Сергея Гевелюка, посвященную Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня», можно будет посетить уже сегодня и до 15 мая в здании Центра болгарской культуры. И в очередной раз окунуться в эту атмосферу, это почувствовать себя ребенком, это счастье. Наш выпуск новостей подошел к концу, дали информацию о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, всего самого доброго, берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу Гидромисцентра Черного и Азовского морей 26 апреля в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадка, ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8, днем 10-12 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова